Добрый вечер. Наидыш говорят после долгого перерыва. Есть такая фраза «абимезецах». Лишь бы мы видимся, да? И есть еще продолжение. «Набимедеркенцах» и лишь бы узнаем друг друга. Но узнать, конечно, с этой тряпкой тяжело, поэтому видимся уже хорошо. Итак, я сегодня хочу как бы полдельце посвятить вообще еврейскому театру. То есть вот откуда взялся еврейский театр, а потом перейду к Вильне во второй части. Карпиновичу, да. Видите, в еврейской истории три вида человеческой деятельности культурной, они поздние. по сравнению с другими народами. Это спорт, театр и изобразительное искусство. Это у нас появилось очень поздно. Почему? Из-за религиозных запретов. Из-за основной заповеди «Альта Селеха Песель» не сотвори себе кумира. Поэтому, естественно, все, что изображалось, это было не, скажем так, противоречило нормам еврейской традиции. Спорт. Еврейский спорт веками это было сидеть и шоклендзе, так что называется, сидеть над торой и учить. То есть физические виды спорта, это тоже нечто воспринималось как влияние чужой культуры. Поэтому, если мы говорим о еврейском изобразительном искусстве, это примерно середина 19 века, когда появляется такое искусство. Если мы говорим о еврейском театре, то когда уже у других народов действительно много веков был театр, то официальная дата рождения еврейского театра – это 1876 год. И мы потом скажем, где и в каких условиях он образовался. 1876 год, то есть практически вот почти конец 19 века. Но не было ли еврейского театра до того? Было, что мы называем театрализованные элементы. То есть, например, уже в 12-13 веках в гетто, немецких городов происходят пуримские фестивали, пуримшпили. То есть, где есть элемент переодевания, переодевания, вот разыгрывается то, что называется свиток эстер-мегелат эстер, то, о котором мы читаем Пурим. И вот есть элемент переодевания, и когда человек, это называется на идыш форштелцех, форштелцех, то есть преобразовывается или представляет себя другим образом, другим, не тем, кем он есть. Потом, уже чуть позже, 14-15 век, то появляется даже такая некая профессия. Она считалась неприбыльной, она считалась низкой профессией, скажем так, недоходной и не очень симпатичной. лейцим, лейцаним, скоморохи по-русски. Вот такие вот народные шуты. Вот, например, вы видите, это иллюстрация к пасхальной Агаде, где есть вот такая вот иллюстрация, да, к сожалению, это для израильтян была ну, репрезентация, поэтому все надписи на иврите, я вам переведу. Представление вот таких уличных скоморохов в 17 веке. В 17 веке. Значит, некоторые из вот этих вот типажей уличных скоморохов, уличных шутов, они до нас дошли, мы даже их знаем, из хроник, из легенд. Так, например, известен Лейбнар. Нарр – это глупец, но так его в народе прозвали. Лейбнар, он жил в 15 веке в Богемии. Лейб пасенмахер, то есть вот фокусник, он жил где-то в районе вот здесь вот Литвы, Латвии, вот бродил по местечкам и по городам. В 17 веке был известен вот такой народный шут, по которому прозвали «окус-покус». Было и много других. То есть это в основном были люди, которые двигались легко, они немного танцевали, немного пели, зачастую они даже могли что-то наиграть себе сами, зачастую они даже сочиняли какие-то рифмы, какие-то напевы. И все это был артист в одном лице. Какая его цель была? Просто развлечь публику. Обычно они появлялись на площадях городов и местечек, во дворах, обычно в пятницу. В пятницу, канун субботы. Вот когда уже народ готовится к субботе, и такая атмосфера уже какого-то отдыха, и вот хочется немножко разрядиться, немножко отдохнуть, немножко повеселиться. Интересно, что вот этих вот бродячих шутов, у них было очень много названий. Одно из их названий – это маршаликес. Маршалики их так называли. Вот эти вот маршалики, они тоже, их искусство, оно все время как бы усовершенствуется. То есть сначала это просто вот такие вот фокусники шуты, потом они начинают больше петь и танцевать. Появились так называемые танцлидер. То есть танцлидер, они сами сочиняли так называемые танцевальные песни. То есть это песня, которую он в движении может сыграть. То есть песня превращается в моноспектакль, да, в какое-то вот такое вот представление одного человека. Теперь, есть несколько видов искусства, которые чисто еврейские. Вот у других народов их нет. Одно из таких искусств – это хазоним, канторы. Вот канторальное пение – это чисто еврейская литургия. Чисто еврейский вид искусства. И это действительно искусство. Потому что эти канторы тоже, они вошли в историю, очень многие имена из них вошли в историю. И потом многие стали даже оперными певцами. И некоторые совмещали и ту, и ту карьеру. Далее. Искусство клэзмеров. Клэзмеров – традиционных еврейских музыкантов. Я не знаю, ли известен вам факт, что вот где-то до начала 20 века, и уже в начале 20 века, вот до войны, трудно мне сказать, или это было большинство, наверняка это все-таки большинство, клэзмеров не знали нот. Они не очень себе представляли, как вы… То есть никто их не учил нотной грамоте. Это, вот, если вы захотите, посмотрите, потом в Ютьюбе найдете фильм о последнем краковском клэзмере. Он так и называется, последний клэзмер, The Last Clasmer, о Леопольде Козловском. Он умер всего, вот, в возрасте, там, стапочий лет, вот, всего лишь два года назад. И он вот до последнего преподавал в Краковской консерватории. Вот он в Израиль приезжал к нам с несколькими концертами. И он вот поляков, молодых поляков обучал в консерватории клэзмерской музыке, искусству. И вот в фильме он говорит на идыше. И он говорит, у меня потрясающие студенты, вот эти вот польские студенты, потрясающие студенты. Говорит, они очень стараются, они очень хорошо. Он говорит, ну, понимаешь, чего-то не хватает. Он говорит, чего? Потому что, он говорит, вот этот вот изюминка эта клэзмерская, это вот то, что вот с молоком матери всасывалось. Это выучить это невозможно. Он говорит, они восхитительные студенты. Но, говорит, ну, есть там что-то, нечто такое, что вот не выучивается. Это вот от природы. И вот подавляющее большинство клезморов наших до начала, скажем, 20 века – это народные такие таланты, которые нигде не учились, никто их нигде не учил. То есть это вот один вид искусства, мы сказали хазоним, кантеры, второе – клезморы. И есть еще один вид искусства, чисто еврейского искусства – батхоним. Батхоним. Батхн – от еврейского слова бдиха. Бдиха – это шутка. Шутка. Батхан, если мы переведем на современный еврейский, это шутник, стендапист, но это не стендапист. Батхн – это традиционный свадебный тамада. Это профессия, которая обычно передавалась от отца к сыну и так далее. То есть это профессия, которая обычно из поколения в поколение. Это традиционный свадебный, тот, кто руководит свадьбой. Вот такой батхн – это был уже артист. То есть он и пел, он и играл немного там на скрипке, он умел, а самое главное, он был как бы народным поэтом таким. Он умел рифмовать, рифмоплет, да? Он умел рифмовать любую ситуацию. Любую ситуацию. То есть вершина батхнского искусства – это обряд базе циндекалы. Вот когда усаживают невесту перед хупой, ей покрывают лицо. И вот он тогда начинает вот такой очень определенной такой грустной мелодии напевать. Ой, вейн, калэню вейн. Плачь, невеста, плачь. Естественно, сразу все женщины потекли. И он мгновенно, вот в течение секунды, он умеет этот плач превратить в смех. Я настоящего батхана видел несколько раз в жизни. Один раз в годы моего детства. Это был очень старый человек уже тогда. Я как бы мало помню, но я по рассказам больше уже помню. Вот когда он говорил, ой, вейн, калэню вейн. Плачь, невеста, плачь. И дальше мгновенно он превращает этот смех. Веду волстуф гегесна гансен слой мит хрэнь. Как будто ты съела целую банку хрена. И тогда сразу все начали смеяться. И потом дальше идет. Ой, калэ, калэ лэбн, невеста, жизнь моя. Крик, стайн фун гот. Вот это примерно его мелодика была. Крик, стайн фун гот, а за ман, а за файн, а мотон. Ты сегодня получаешь от Бога, от Всевышнего, такого мужа, такой подарок. И тогда, естественно, сразу начинали люди смеяться. Теперь, когда приходили, приносили, тогда же не приносили чеки на свадьбу, да, приносили подарки. И вот он тут же мгновенно, вот как кто-то приходит с подарком, и он выдает рифму, да. Теперь, есть бадхины, которые вошли в историю. Один из них, он, кстати, жил в Вильне, в Кракове, потом уехал в Америку, Эльоким Цунзер. Его именем есть, названа улица в Тель-Авиве, в Южном Тель-Авиве. Это был, подавляющее большинство бадхинов, они не записывали свои тексты. Вот он отыграл, теперь, если сын его маленький, допустим, растет, да, он его с собой с детства таскает на свадьбу. Естественно, этот сын уже все эти папиные рифмы заучивает наизусть. А Цунзер записывал свои песни, и он уже был не просто бадхин, он уже был народным поэтом, и его песни схватывались в народе, их передавали сначала из уст в уста, а потом он выпустил два тома своих книг. Теперь я вам хочу еще одну интересную историю рассказать. Мой учитель, покойный профессор Довной, в прошлом году, вот столетие было его рождение, он уроженец города Коломы в Галиции, и он основоположник еврейской научной фольклористики. То есть вот в Израиле он создал кафедру фольклора в Иерусалимском университете, и всю жизнь преподавал там, и огромное количество статей. И вот есть песня, которая называется «Дар Коломайер Батхан», «Батханы из Коломы». И известный автор этой песни, и я его спрашивал, это песня о Батхане, который женил весь город, вот как бы вел свадьбы, а сам не женился. То есть в каждой невесте он всегда выискивал какой-то недостаток какой-то. И я его спрашивал, я говорю, профессор Довной, скажите, на какой легенде основана эта песня? Он говорит, какая легенда, говорит, я его знал, он женил моих родителей, я знал его, я его с детства помню. То есть это какая-то вот историческая личность, исторический человек. И даже мелодия у этой песни, она тоже вот напоминает Батханское пение. «Ой, Дар Коломайер Батхан», вот Батхан из Коломы, «Ой, из Дос Гевена Идл», ох, какой это был еврей, «Он сердечно играл на своей скрипке», «Ас из Гекумен Суима Дике Псуле», вот когда к нему пришла толстая невеста, «Флектер Байденберделе зекрасл», он чесал свою бородку, «Он боялся, чтобы свадебное платье на ней не треснуло, не лопнуло». И вот он ей говорит, «Ой, калыши, калыши, безгеротный шмил, дэн гробн фетер, ой, невеста, невеста, ты так похожа на шмойла твоего толстого дядю, дар стопно фахупы клеить местами драйсик метер, тебе нужно на свадебное платье, наверное, 30 метров ткани». Потом пришла там другая, очень высокая и тонкая, и он говорит, «Я бы хотел тебя взять, но я не могу, я заканчиваюсь, ты только начинаешься», и так далее. И вот юмористическая песня, созданная, опять же, на вот этом материале. То есть до создания еврейского театра были театральные элементы, были Пуримшпили, потом уже стали разыгрывать не только историю Пурима, стали разыгрывать другие сюжеты из Танаха, из Библии, как, например, Мехирас Йойсовшпил, продажа Иосифа братьями, Руд и другие сюжеты из Танаха, и были вот эти традиционные виды искусства. Теперь, это претеатральный период, но вот этому человеку, Аврааму Гольдфадену, суждено было стать отцом еврейского театра. На его... Откуда взялась еврейская сцена? Он родился в 1840 году в местечке Староконстантинов. Это сегодня центральная Украина на Подоле. В семье часовщика. Отец немного печатал даже на иврите какие-то стишки. И сына послали в то, что назывались Кройншул. Ведь дело в том, что в середине 19 века в еврейских общинах, наверное, самая острая проблема была, это спасти детей от армии, от Николаевской армии, то есть вот кантонисты, как их называли, рекруты, на 25 лет, причем брали буквально детей. И в литературе у нас в обилии описано это, что если не удалось ребенка спасти, мальчика спасти от армии, то по нему сидели шиву в траурном обряде. Если он даже физически выдержит, то не было никакой надежды, что этот мальчик сможет сохранять традиции, что он как еврей, как бы он умер, да? Кто ему в армии в царской будет там кошерную еду готовить или дать возможность молиться и праздники отмечать и так далее. То есть придумывали дикое количество всяких способов, чтобы вот избежать вот этого. Но власть царская, она хотела укрепить свое влияние на еврейское население, поэтому были созданы таких мальчиков на русском языке, а при этом преподавала сатанах и еврейская традиция. И вот он окончил такую школу, куда можно было деваться после такой школы. Равинских семинаров или семинаров «Фарказённый рабинер», которые выпускали казённых равинов. Один находился в угол траку. Вот это третий был. То есть три вот таких института выпускали казённых равинов. И вот он приходит вот в этот институт. Теперь на него очень повлиял, на Гольдфадена, на него... И вот Готлобер присылает ему туда, в Житомир, присылает ему текст пьесы. Пьеса называется «Серкеле». Пьесу ставит, он там играет, он её режиссирует, он музыку к ней сочиняет, не зная нот, и он делит роли. Это его выгнали из раввинского училища. Не за саму вот эту вот идею поставить пьесу, а за нечто, что идёт полностью в разрез еврейской традиции. Ведь роли там были в основном женские. А учились кто в раввинском училище? Только парни. И парни переодевались женщинами. А в еврейской традиции это один из самых сильных запретов. «Аль тель баш сем лат и ша, не одевай платье женщины». Это один из самых суровых запретов. И вот из-за этого его выгоняют. Куда он едет из Житомира? В Одессу. В Одессе он женится на дочери своего дяди, то есть на своей двоюродной сестре, которой звали Паулина. Его дядя был еврейским поэтом, Мордыхай Вербель. Но ей хочется стать европейской дамой, и Одесса тоже недостаточно европейская. Она его тащит в Германию, чтобы он учил медицину. Знаете, как в еврейском анекдоте, что женщины все звания получают очень легко. То есть если муж доктор, так она докторша. Если муж раввин, так она ребецин и так далее. Так вот ей хотела быть пани докторша, она хотела, чтобы он учился. Но его не интересует медицина. Его тянет в Восточную Европу, его тянет еврейская культура. И он приезжает в... Оставляет там через несколько месяцев этот Мюнхен и приезжает во Львов. Во Львове он пытается издавать газету на иидыш. Полгода это годное дело. А за богоугодное дело оплату получают только на том свете, не на этом. Вот. Поэтому он во Львове не получилось, в Черновцах не получилось, и он едет в Ясы. Вот он приезжает в 1876 году в Ясы. Ясы в Румынии в те годы это центр не только еврейской культуры, это место концентрации еврейских беженцев из Российской империи, из разных других мест. Вот кто-то сына от армии там спасает, кто-то еще. И тогда вот тоже начинается русско-российско-турецкая война, и в Ясах сосредоточилось много евреев-ремесленников, и они от армии получали заказы, и было тоже экономическое процветание, там были источники заработка. И вот он приезжает туда в Ясы. В Ясах он встречается, ну это семья его, это вот Паулина, и вот детская его фотография. И говорили, да? А это уже ансамбль. Их называли «Ди Бродер Зингер». Зингер – это певцы из городка Броды. Сегодня Броды – это малюсенький городок. Тогда Броды – это был культурный центр Галиции. И его друг, и там он тоже издает газету, вот его друг, букредактор этой газеты, Ицхак Либреско, говорит ему, пошли на площади, посмотрим выступление. И вот он смотрит выступления вот этих ребят. После выступления один из них ходит со шляпой и собирает кто сколько может. И тут у него у Гольфа однорождается идея. Говорит, стоп, если можно собирать деньги после выступления, так можно же продать билеты до выступления и сделать театр. И он снимает вот это место, которое называется «Помульверде» на румынском «Зеленое дерево». Это такое кафе «Шантан». То есть есть кафе, ну, какая-то такая, и там сцена, там дворик есть, и там сцена. И он думал, что у евреев будет театр, как театр. Он одевает фраг, он одевает бабочку и начинает декламировать свои стихотворения. Через две минуты публика топает ногами. Не этого хотела еврейская публика. У других народов в театр ходили думать, да, думать над какими-то ценностями, над какими-то человеческими добродетелями, у евреев так оно было, на Идыша я имею в виду, и так оно осталось. В театр думать не ходили. Ходили либо плакать, либо смеяться. То есть, либо расчувствоваться до слез, либо смеяться. Думать над тяжелыми вещами народ не хотел. Почему? У других народов в театр ходила культурная элита, интеллигенция. У евреев в еврейский театр на Идыша ходила простонародие. Публика гонимая, бедная, несчастная, убогая, с кучей проблем. Тот, кто дум считал себя элитой, первое дело, которое он делал, он переставал говорить на Идыша. То есть, в театр на Идыша ходила простонародие. И простой еврей, он говорил, «Ой бих гейшинь соун гелд, дарфих зейн йенем ссорас, и хоб генуг майны бехинем». Если я уже иду и плачу деньги за билеты, мне нужны чьи-то беды, у меня есть полно своих бесплатно. Вот эта фраза, она стала девизом еврейского театра по сегодняшний день. По сегодняшний день. Она, эта фраза, она как бы дает, она дает, дала направление еврейскому театру. То есть, изначально этот еврейский театр, его назвали «Фарвайлунгс театр», или «Развлекательный театр». То есть, публика шла в театр забыть цорес, забыть беды, а не набраться новых. Публика шла в еврейский театр вот, или сопереживать вот до слез, да, либо чаще всего хохотать. Знаете, до сегодняшнего дня я знаю актеров, сегодняшний день, которые говорят, но я вот хочу выйти на еврейскую сцену и играть серьезную роль. Мне не дают. Говорят, если пришел народ театр на идыше, я еще не успел рот открыть, публика уже сидит вот-вот с улыбкой от уха до уха, ждут смеяться. Не хотели. Тогда вот, когда его, что называется, захлопали и затопали, Гольдфадена, то выходит один вот из этих вот Бродерзингеров и начинает те же стихи, которые он только что вот декламировал во фраке, начинает эти стихи разыгрывать. И публика в диком восторге. То есть, публике нужно было движение, смех, музыка обязательно. Еврейский театр в основе своей стал музыкальным. То есть, подавляющее большинство песен, которые стали народными, это песни со сцены. Я вам потом приведу примеры. И Еврейский театр становится процветающим гешефтом. Уже ясы ему малы, он переезжает на несколько месяцев в Галац, а буквально через каких-то там два с половиной года он переезжает в Бухарест. Уже снимает не кафе Шантан. Я вам же покажу, кстати, в Ясах, там есть вот памятники, там они очень бережно хранят вот память. Вот, это вот в этом месте, вот в этом Помолверде стоит стела, что здесь, собственно говоря, родился еврейский театр Авраама Гольдфадена, там же его бюст. Они очень хранят это дело. Теперь, он сам пишет пьесы, нет никого другого. Он пишет пьесы. И в Жигница, вот этот театр, зал на 600 мест. Зал всегда забит. Всегда забит. И он сталкивается с очень серьезной проблемой. Он не сумел уговорить ни одну женщину подняться на сцену. Первая женщина, которая поднялась на сцену, там в Бухаресте, что значит поднялась на сцену? Она спела одну песню. Ее звали Сара Карп, потом она стала актрисой, она уехала в Америку, стала актрисой в Голливуде. Пишет его биограф, Ицхак Турков-Грутберг, что пришла ее мать. И после того, как она спела одну песню на сцене, она ему устроила такой скандал, что не знал, куда деваться Гольдфадена. Она ему сказала, теперь вы будете заботиться о том, чтобы ее кто-то замуж взял. Кто на нее уже посмотрит после того, что она пела на сцене? И он пишет Грутберг еще одну интересную вещь, что от отчаяния Гольдфаден обратился к уличным женщинам Бухареста, еврейским проституткам, и просил их играть в театре. На что он получил такой ответ, господин Гольдфаден, мы вас уважаем, но извините, так низко мы не пали. Это фраза, эта фраза у еврейских актеров стала притчей во языцах. Даже они не согласились играть в еврейском театре. Это почему? Потому что, во-первых, слово актер тогда еще не использовали. Использовали, кстати, до Холокоста, до войны, часто актеров, еврейских вот этих особенно бродячих, называли комедианты. То есть, в основном, они должны были развлекать, комедианты. Теперь, статус у них был, ну, самый низкий в обществе. Почему? Если, скажем, пришла бы девушка вот к отцу и говорит, отец, я хочу выйти замуж за комедианта. Отец бы сказал, лучше уже за вора. Почему? Как можно строить еврейский дом, если у них нет дома? Они же бродячие. Они же сегодня здесь, завтра там. Как они могут строить еврейскую семью стабильную? Поэтому он пишет пьесы. Пьесы какого содержания? Такие, чтобы публика смеялась и расчувствовалась. Например, он пишет о Бобе Миттен Эйникл, пьесу на актуальную, бабушка с внуком, на актуальную тему. То есть, вот бабушка, которая бродит с этим внуком из города в город, из местечка в местечко, потому что она его хочет спасти от армии. Он пишет пьесы на те темы, которые публика знает. Шуламис, Баркохва, то есть, на исторические темы из Танаха. Он пишет, например, то, что называется пьесы положений или пьесы ситуации, то, что называется. Например, Шмендрик у него есть пьеса. Отсюда, кстати, слово Шмендрик пошло в народный язык. Это такой рассказ о парне, который был немного, как говорят, на хорошем идыше, говорят, анышки, но изгибакенар, не выпеченный. Вот. И мать его хочет тоже, мать его слепая, она хочет его тоже поженить. И кто за такого пойдет замуж? Ну, вот нашли какую-то самую бедную девушку. Вот. И эта девушка не любит его, она там любит другого и так далее. И этот Шмендрик, в общем, в результате, естественно, всегда заканчивается все хорошо. И там подстроили, обманули там на этой свадьбе и так далее. То есть, вот такие пьесы. Он пишет, он пишет «Свей куни лэмл», «Два куни лэмла». Да? Это пьеса, которая стала, что называется, когда два брата-близнеца их внешне развлечить не могут. Потом уже, потом уже, по мотивам этой пьесы, в Израиле был сделан телевизионный фильм, там играл знаменитый Майк Бурштейн. И эта пьеса, нет, наверное, еврейского театра, где ее не играли. Тоже комедия положений, комедия ситуаций. Теперь, до такой степени, да, и в 1879 году, вот именно из-за того, что он не может в Румынии привлечь женщину еврейскую сцену, он оставляет Бухарест и со всем театром переезжает в Одессу. Во-первых, он отстранил от руководства театра Паулину свою жену и назначил Ноаха, своего брата. Потому что Паулина ругалась там со всеми, она очень властная женщина была, ругалась со всеми актерами. Теперь смотрите, какая потрясающая метаморфоза у нас была в прошлом году. В Одессе он снимает зал Мариинского театра. Этот зал существует по сегодняшний день. В советское время в Мариинском театре основался ТЮЗ театр юного зрителя. Теперь, в прошлом году, в 20-м, было 90 лет создания Одесского гассета, Одесского еврейского театра. Когда гассет, государственного, советского, когда гассет в 48-м году закрыли, то ТЮЗ перевели в здание бывшего гассета. То есть, из театра, где Гольдфаден играл Мариинского, перевели здание гассета. И мы, наш идыш-центр, в прошлом году инициировал такой проект. Мы заказали новую пьесу по мотивам Карпиновича. Только из Вильнюса перевели действие в Одессу. Пьесу написал драматург Александр Володарский, если вы знаете это имя. И принесли в ТЮЗ, там звучит ИДЫШ, много ИДЫШа звучит, по мотивам Карпиновича вот двух рассказов фольклористы Ханна Мерке фундефиш о торговке рыбой, в которую влюбляется доктор Рубинштейн, который исследует проклятие. Вот, это основа. Перевели из Вильнюса в Одессу и принесли в Театр Юного Зрителя. И сейчас, спустя 90 лет, на той же сцене, где играл Гассет, опять звучит ИДЫШ. из уст актеров Театра Юного Зрителя Одесского, который раньше находился в помещении, начинался он в помещении, где Гольдфаден, куда Гольдфаден перевел свой театр из Бухареста. То есть, вот такая вот метаморфоза. И он приезжает в Одессу, а в Одесса это город, который вот в Российской империи, это, собственно говоря, единственный, наверное, большой город, который манил как магнит еврейскую молодежь из местечек. Во-первых, это порт. Там, где порт, там есть источники заработка, торговля, ремесла. И в Одессу юноши, девушки из местечек, из бедных, что называется, толпой ехали тогда. Одесса была открыта, там была внутри черта оседлости, там был заработок, там были возможности образования, как еврейского, так и светского. Кстати, в Тель-Авиве лет уже, наверное, 15 назад в Бейтат-Футсот, музей диаспоры, сделали такое исследование, что около 40% улиц Тель-Авива названы именами людей, которые либо родились в Одессе, либо жили в Одессе. Кого не возьмете, все были связаны с Одессой. Вот. И в Одессе этот театр процветает. До такой степени, что в 1881 году его приглашают на гастроли и в Москву, и в Ленинград, не Ленинград, тогда еще Петербург. Они играют по месяцу, и туда приходит уже не только еврейская публика, но и русская публика, христианская публика. Он делает такие, Гольффаден готовит брошюры, где каждая реплика переведена с идыша на русский, чтобы и не еврейская публика могла. Ну, российское правительство раз и могло выдержать, что у евреев есть какое-то хорошее дело. Цензура начинает давить. Вот, например, да, вот это, вот пьеса «Фанатик» с печатью цензуры, да, это 1982 год, а в 1983 году выходит запрет на еврейский театр в России. Запрет на еврейский театр в России на еврейском языке. И что творится с еврейским театром? Если 1883 год это запрет еврейского театра в России, то 1884 год это начало еврейского театра в Америке, начало того, что мы называем «the period of the second avenue», или «the golden age of the theater», «золотой век еврейского театра в Америке». Вот эти актеры, которых Гольд Фаденшу называется сам слепил, едут в Америку и начинается массовая миграция восточноевропейских евреев в Америку, и в Америке начинается процветание, которого никто не знал до того. И, кстати, после того тоже. Он сам пытается еще в Варшаве, потом в Лондоне что-то сделать, но в 1903 году он приезжает в Америку. Он смотрит, что вот те актеры, которых он, собственно говоря, сам слепил, процветают, зарабатывают огромные деньги, играют его репертуар, потому что другого не было. И когда он к ним пришел, то оказались неблагодарными. Говорят, секундочку, мы что, знакомы откуда-то? Копирайд тогда еще, видимо, не очень соблюдали. И он входит в такой шок, что он говорит своей жене, мы уезжаем назад в Европу. Я не хочу жить в стране, где есть один бог зеленого цвета. Он уезжает в Лондон, но потом в 1906 возвращается в Америку. В 1906 в Америку приезжает вот это вот в Нью-Йорке уже после второго приезда. В 1906 в Америку приезжает Шеломалейхем. И в одном из крупнейших театральных залов занесли на сцену уже больного Гольфадена. И он передал ему символический золотой ключ от еврейской сцены Шеломалейхему. И в том же году он скончался. Гольфаден за свою жизнь написал 40 пьес. Но спустя 13 лет после него в 1853 в городе Миргород, нынешняя Полтавская область, родился, если Гольфаден называли отцом еврейского театра, то в 1853 в Миргороде родился реформатор еврейского театра и звали его Яков Гордин. Яков Михайлович Гордин. Он родился в семье Хасидов Хабада, в семье богатого торговца. И отец думал, что он продолжит его дело. Ну как? Продолжит то, чем занимался, и он тоже станет торговцем. Его в 18 лет женили, как принято было, и он сбежал из дома. Он стал народником, если вы помните, что это такое. Он стал себя пробовать, начал он карьеру как корреспондент южно-российских, нынешних украинских газет, причем писал и на русском, и на украинском, которые тогда называли малороссийский язык. Он пишет под всякими псевдонимами на украинском Яков Колючий, Яков Михайлович, Яков Гордиенко. Он живет в разных городах, там, южно-российских, и в Одессе, и в Николаеве, и в Херсоне, и в Екатеринославе, и ищет себя. Одно я только в его биографии не могу понять. Он уехал из дома, приезжал два раза в год на Песах и на Рошашана, и приехал в Америку в 1891-м с 14 детьми. Как это получилось, я по моим подсчетам чего-то не сходится. Вот, либо там близнецы были, не знаю. Но в 1881-м году он живет в городе Елисоветград, это вот бывший Кировоград, а сейчас он называется, еще переименовали, Карпивницкий. И в этом городе начинается страшная двугодичная волна погромов, которые вошли в нашу историографию под названием Буря в пустыне или Буря на юге. И вот Суфот Банегев так называет эту волну погромов. В том городе, да, он до того, он пишет, он пишет, публикует воззвание к братьям евреям. И он пишет, буквально его многие тогда в антисемитизме обвинили. И он пишет, братья евреи, вы себя не спрашивали, почему вы вызываете такой антагонизм у широких соев русского населения, российского населения. Вы скажете, наверное, что это религиозная ненависть. Но нет, она не религиозная. Ведь, наверное, истинная причина это то, что вы пытаетесь уподобиться российским торговцам и купцам и капиталистам. Вы гонитесь за рублем. Перестаньте гнаться за рублем. Станьте продуктивным народом. Станьте народом, который производит, а не только продает и перепродает и так далее. И он даже, и когда он видел, что вот в его городе, он хотел, чтобы евреи как бы адаптировались вот к российским условиям, стали вот обычной частью российского населения. Но когда он видит, что в его городе эти евреи прячутся по подвалам и идет страшный трехдневный погром с огромным количеством жертв, то тут у него что-то в голове вот поменялось. И он чуть ли не 10 лет гоняется по разным инстанциям с перспективой, вернее, с таким проектом создать кибуц в южно-российских степях, создать еврейскую сельскохозяйственную коммуну и показать, что евреи могут работать на земле и быть продуктивным народом и сами себе выращивать как бы на земле то, чем питаются. Ему так не удалось. И в 1891 он приезжает с женой 14 детьми в Америку. Теперь, что он умеет делать? Он умеет писать в Европе. Сделай что-то для них, пиши для них, пиши пьесы для еврейского театра. Еврейский театр процветает. И он его приводит и говорит о что играют в театре репертуар Гольфадена. И этот говорит, нет, Шмендрик театр мне не нужен. Такого театра у меня не будет. Я буду писать для театра, я буду заниматься театром, но это будет другой театр. Это будут европейские театры. То есть, это будут театры европейского и американского уровня. Это не будет местечковый театр. И он начинает писать пьесы. Он пишет своих восп... Да, и самое главное. Он смотрит на актеров. Один из Румынии, другой из Литвы, третий из Галиции. И каждый говорит на своем идуше. Он говорит, где-то слыхано такое дело. Для этого первым делом нужно установить единую сценическую речь. И благодаря ему за сценический канон идиша принят волынский идиш. Потому что идиш в Волыне – это нечто среднее между виленским, литовским идишем и южным, украинским, румынским. Это нечто усредненное такое. Так вот, этот идиш понятен всем. И он как бы не режет ухо никому. Вот волынский идиш. Теперь он пишет, что в своих воспоминаниях, что каждая репетиция ему обходилась в ведро крови. Он говорит, когда он начинал этим актерам, которые там уже были известны, делать замечания, что ты неправильно выговариваешь, дикция, единая речь. Он говорит, ты кто такой, чтобы меня учить, мне замечание? Почему? Потому что у еврейских, их никто никогда не учил, еврейских актеров. Кто ими когда занимался? У кого было немного таланта? Что поднялись на сцену и играли? Что были какие-то школы актерские, были какие-то институты? Никто никогда. Вот. И он впервые доводит еврейский театр до такого уровня, что туда начинает уже ходить и американская публика. Например, он пишет пьесу «Сибирь», которую поставили театры даже на Бродвее. «Сибирь» – это история. Это уже не для того, чтобы плакать и смеяться. Это уже для того, чтобы думать. Он пишет историю одного еврея, революционера, которого создали на каторгу царскую, и он оттуда бежал. Бежал с одним русским парнем, и этот русский парень от этих тягот умер, и он берет себе его имя, и приезжает в какой-то сибирский город и становится бизнесменом, купцом, пока не раскрывают его тайну, и тогда он опять вынужден бежать. То есть это уже не для того, чтобы плакать и смеяться. Потом он ставит еврейский король Лир, еврейский Мелых Лир. Его обвиняли в плагиате. Он говорит, если вы найдете у меня одну фразу из Шекспира, я рву, я рву свою пьесу. Это мотив короля Лира, но это совершенно еврейская пьеса. То есть это пожилой, уже такой убеленый сединами еврей, у него три дочери. И вот он решает на остатки жизни поехать в Палестину. И он делит все, что у него есть, между тремя дочерями. Одной он дает дом, другой деньги, а третья, которая отошла от религиозных канонов и возит любовь с молодым человеком, уже таким светским учителем Йофе, он не дает ничего. Ну и вот он уехал в Палестину, ему там было тяжело. И вот когда он вернулся, то одна закрыла перед ним двери его же дома, у второй тоже места не нашлось. И так-то ему открыло сердце. Это вот та младшая дочь, которую он не оставил наследство. То есть мотив короля Лира, но абсолютно, абсолютно еврейская пьеса. Это новая пьеса. Он пишет пьесу, которая стала бестселлером еврейской сцены «Миралы Эфрос». «Миралы Эфрос» – это уже чисто европейская драматургия. Теперь, все, что он ставит на сцене и все, что он пишет, это натуралистский театр. Театр того времени. У него очень важны детали. Если это шторы, так там вот какие-то вот эти, как они называются, бахрома какая-то, рюшечки, обязательно вот как оно того. Если это мебель, чтобы она обязательно по стилю соответствовала вот тому времени. Очень, очень вот где-то... Теперь он заставляет этих актеров буквально придерживаться текста до последней, там, чуть-то... до последней этой запятой, точки. Не нести отсебятину. Были даже смешные какие-то случаи. Он в какой-то одной пьесе он играл русского городового, который там пришел, там, цеплялся к евреям, там, после погрома. И он одному актеру, там, что там ему на русском говорит, актер говорит, да провались ты сквозь... Наидыш говорит, да провались ты сквозь землю. Говорит, а чтобы сгореть тебе в аду этому городовому, говорит. И он ему на сцене прямо во время спектакля говорит, но этого нет текста. Он говорит, все равно гори в аду. То есть было очень много таких вот смешных моментов. Хася-сирота о раздробленности еврейских семей. То есть если Гольдфаден написал за всю жизнь 40 пьес, то Горден скончался после него через три года. В 1909 году и написал около 80 пьес за 18 лет. Это был очень плодовитый драматург. Но благодаря ему... Вот это Мирал Эфрос, это уже в Израильском театре. Этот спектакль Мирал Эфрос, он шел более тысячи раз на сценах американских еврейских театров. Его играли, ну, практически большинство еврейских театров мира и в Польше, и в России, и в Израиле. По нему фильм сделан в 1939 году, который один из лучших художественных фильмов на Идыше. Смотрите, он не придумывал сюжеты. Сюжеты, они были в европейской драматургии. То есть, что это... Кто она такая, Мирал Эфрос? Это успешная очень женщина, которая ведет бизнес, которая ведет красивый, богатый дом. Ее муж женится на очень своенравной такой невестке. И там идет чистый конфликт между свекровью и невесткой. Невестка сначала требует там какие-то деньги, потом она требует офис свекрови, потом она требует... И до такой степени, что эта свекровь вынуждена просто уйти из своего же дома. Потом там в конце она у нее просит прощать. Когда мальчику, вот внуку, 13 лет, бармитсва, и он приходит, бабушку зовет, то она опять же прощает, потому что все-таки голос крови и семья. То есть сюжет не оригинальный, этот сюжет мы находим в европейской драматургии, но пьеса, опять же, с национальным колоритом, но в то же время это уже другой театр, это не Гольдфаден. Туда уже идут думать. Там уже серьезные мысли о человеческом бытие, о человеческом существовании. Теперь он ставит, опять же, пьесу «God mentioned evil», «Бог, черт» и «Бог, человек и дьявол», о том, как деньги, человек, который выиграл в лотерейные билеты, деньги сводит с ума и уничтожает все человеческие добродетели. Вот это еще начало века афиши с его пьесами, еврейский мелоклир и так далее. Но вот особенно после кончины уже Гордина начинается рассвет, вот этот рассвет еврейского театра в Америке. Посмотрите, в 1910 году только Lower East Side, вот на Манхэттане Lower East Side это уже самая большая еврейская община мира. То есть там уже живет полмиллиона евреев только на Lower East Side еврейских иммигрантов из Восточной Европы больше, чем в Варшаве. А во всем Нью-Йорке, например, в 1929 году еврейское население, евреи это самая большая этническая группа, еврейское население составляет почти 30% всего населения Нью-Йорка. И когда вот эта масса иммигрантская, которая мечтала о Голдене Медине, золотой стране, вот о той золотой Америчке, где доллары растут на деревьях. Когда она туда приехала, то доллары на деревьях не росли. И масса этих эмигрантов должны были работать очень тяжело в так называемых sweatshops, эти патагонные фабрики. И если оставалось какое-то романтическое позволить, как хотелось какой-то экшн, какое-то развлечение, то могли себе позволить, может быть, раз в месяц пойти в театр. Билет стоил доллар с четвертью. Срабатывали вот в этих сверхчапс в начале века 2 доллара в неделю. То есть, если пара идет, то это 2,5 доллара, это больше, чем заработать, может быть, за неделю. Но, что называется, как сказал один актер, это стоило каждого цента, каждого гроша. И начинается неслыханный рассвет. По той статистике, которая у меня есть, в 1928 году на одной только Second Avenue, почему называют этот период Second Avenue действует 23 репертуарных театра на Идыше и 7 на Бродвее. То есть, такого начинается там явление культурное, которого не было нигде и никогда в мире. Нигде и никогда не было такого, чтобы существовало 30 театров в одном городе, которые играют не на официальном языке страны. Такого не было больше. Союз еврейских актеров в 1928 году в Нью-Йорке насчитывает, я вам сейчас покажу фотографию, 3,5 тысячи членов. Это только в Нью-Йорке, и это далеко не все. Туда очень трудно было попасть, вот в этот профессиональный союз актеров. Теперь, когда я говорю 23 еврейских репертуарных театра, то это не залы на 300 человек и на 400 человек. Это залы, куда входило и полторы, и две тысячи человек. Это огромные залы были. Вот, это вот знаменитые актеры Second Avenue, это Мори Шварц, Джей Пи Адлер, вот, Hebrew Actors Union, союз актеров. Чтобы подать только заявку, чтобы туда быть принятым членом профессионального союза этих актеров, то нужно было пять лет играть в провинции вне Нью-Йорка, только тогда ты имеешь право подать заявку, это еще вопросы или примут. Почему? Потому что у тех, кто были членами этого профессионального объединения, у них ставки за спектакли были намного выше, и их права охранялись. То есть начинается буквальный рассвет. Но что играли на Second Avenue? На Second Avenue в основном играли мюзиклы. Мюзиклы. Арон Лебедев, Молли Пикон, Мори Швард, Джей Пи Адлер, Мадам Кестин, Кенни Липцин играли в основном мюзиклы. Почему? Потому что кто были публикой? Публикой были те же самые местечковые евреи, которые приехали из Восточной Европы, которые все еще хотели либо плакать, либо смеяться, которые, опять же, были прибитые жизнью, и они меньше их волновало, чтобы думать театр, а не шли переживать театр. Что могло больше заставить людей переживать, что могло больше заставить людей переживать, чем музыка? поэтому в основном там на Second Avenue ставились Водевили и мюзиклы. Подавляющее количество песен, которые давно уже стали народными, вот здесь есть бублички, написано, купите бублички, а я несчастная торговка, частная и так далее. Подавляющее большинство этих песен стали мгновенно народными, то есть народ их схватывал, их начинали петь, их начинали передавать, Бамир Бестушейн, Маньидыш Мейделе, Маньидыш Мейделе, у этой песни произошла метаморфоза. Музыка была написана там, в Нью-Йорке, для еврейского театра, потом песня перекочевала сюда и превратилась в конфетки-бараночки. Это та же песня, Маньидыш Мейделе. Купите папиросы, Маньидыш Мамы, моя еврейская мама, Манштетт Лебелц, Моя мистеречка Белц, и так далее. То есть все самые известные, вот эти популярные песни, которые у всех на слуху, они все оттуда из Сакен Девене. Очень многие из них написал композитор, музыку для них написал композитор Шолом Секунда. Шолом Секунда был абсолютно непрактичным человеком в плане денег. И он написал песню Бамир Бестушейн, слова написал Джейкобс, поэт такой народный. И написали они ее для мюзикла, у которого было очень интересное название. Мекен Леб Нормелосничт, можно жить, но не дают. Это было в 32-м году. Мюзикл через пару месяцев провалился, это был полный коммерческий провал. Но песня пережила всех и вся. На русском есть ее много вариантов, один из них в Кейптаунском порту. У него купили копирайд, авторские права, за 30 долларов. Из них 15 он отдал автору слов, Джейкобсу. На этой песне заработали десятки или сотни миллионов. Она переведена на кучу языков. То есть у этих песен есть большое количество поворотов и метаморфоз в их биографии. Это да. И в Америке уже там очень видную роль в еврейском театре играют актрисы женщины. Здесь вы видите знаменитых актрис Эсерохл Каминска, Эсерохл Каминска, которую называют матерью еврейского театра, которая играла в Варшаве ее домашней в Варшавский театр еврейский он назывался ее именем. Там была целая династия ее дочь Ида была тоже актрисой. Там целая династия актеров. И американские еврейские актрисы Берта Калиш, Кенни Липцин. Там уже не было проблем с женщинами. И что интересно в эти же годы 30 годы развивается как по эту сторону океана в Польше в основном, так уже там и в Америке еврейская киноиндустрия. Вот эти же актеры они уже ставят фильмы. Причем фильмы, которые иногда экранизируют те же театральные постановки, например, Мирал и Эфрос, о котором я говорил. Но ставят фильмы. И если бы не Холокост, трудно себе представить, до каких пределов, до каких размеров дошла бы киноиндустрия на Идыше. Но в прошлом году мы отмечали 100 лет создания гассеты Московского еврейского государственного театра. В 19-м году в Петербурге в Петербурге человек по имени Алексей Азарх, отец которого был витебский купец, который поселился в Первой гильдии, поэтому он поселился в Москве. И вот у него родился сын Алексей Азарх, который был в еврейской семье, но абсолютно ассимилированный человек. Театральное образование он получил у Макса Рейнарда в Германии. Он вернулся в Россию и вот его вызывают в Петербург после революции и предлагают ему, а тогда советская власть, которая только основалась, она видит в еврейском театре самое эффективное средство воздействия на народные массы, потому что масса народная не читает литературу в массе своей и может быть даже не прессу, а вот театр, когда приезжает в местечко или в город, то идут все, и вот Алексей Азарх приезжает, ему дают маленький бюджет, ему дают комнату и говорят организуй первую еврейскую драматическую государственную студию. Он набирает 20 примерно ребят, парней и девушек, которые приехали из местечек и организовывает для них 36-часовую недельную академическую программу. То есть впервые в 1919 году в этом голодном Петрограде тогда организовывается первая государственная еврейская драматическая студия. Они изучают не только там язык и дикцию, но и музыку, и движение, и театральное мастерство и так далее. И тогда в том же 19-м году кто учится там совсем в другом месте в юридическом институте учится человеку, который родом из Двинска из Далгов Пилса. Зовут его Соломон вовсе. Он встречает своего друга из Далгов Пилса, который говорит «А что ты здесь делаешь в Петрограде?» Он говорит «Учу я юриспруденцию, а ты что сделаешь?» Он говорит «А я в еврейской театральной студии, ты знаешь еврейская студия? Ты всю жизнь мечтал о театре. Он говорит «Приведи меня туда». И вот он его приводит, вот этого Соломона вовсе. Тот смотрит и спрашивает Алексея Азарха «Скажите, вы что хотите создать?» Он видит репетиции. Говорит «Вы хотите создать еврейский театр или европейский театр, который говорит наидыш?» Есть разница. Тот говорит «Ну как, то, что я знаю, я учился у Макса Рейнарда, я знаю только европейский театр, такой же, как там немецкий, французский, английский, русский, но этот театр будет говорить наидыша». И этот ему говорит, Соломон вовсе, «Я очень извиняюсь, но еврейский театр это нечто другое, это не совсем европейский театр, который говорит наидыш». Говорит, если вы хотите понять, что такое еврейский театр, вот у вас есть какой-то бюджет, то сходите и купите первым делом энциклопедию «Юдаика». И перед тем, как вы готовитесь вставить пьесу, то почитайте про обычаи, про традиции, про молитвы, там, про какой-то духовный комплекс, который связан с этим. Он его поговорит, говорит, «Слушай, оставайся у меня в театре, в этой театральной студии». Он говорит, «Ну, вовсе это не очень хорошо звучит для сцены. Вот я вот тоже был Алексей Азарх, а я взял сценическое имя, а теперь я Алексей Грановский. Возьми ты тоже сценическое имя». Он говорит, «Имя? Ну, вовсе…» Он говорит, «Хорошо, как твоего отца зовут?» Он говорит, «Михоэл». Он говорит, «Хорошо, будешь Михоэлс». И вот так получился вот этот союз между Алексеем Грановским и Соломоном Михоэлсом. В 1920 году туда приезжает Петроград из Москвы режиссер «Эфрос» и говорит, «Слушайте, у вас здесь есть театральная государственная студия, у меня в Москве такая же студия, зачем нам надо две лавочки?» Переезжайте из Петрограда в Москву и мы создадим первый еврейский государственный театр. им дают на улице Станкевича зал на 90 мест. Три этажа в здании. На первом этаже появилась впервые табличка, я ее, по-моему, сюда, вот, вот это впервые появилась табличка «Московский государственный еврейский камерный театр», потому что в зале было 90 мест. Камерный театр. А на двух верхних этажах жили коммунальное общежитие такое, там жили актеры, поделили комнаты между актерами. Теперь, так захотела судьба или проведение, назовите это как хотите, что в том же 20-м году из Витебска приезжает в Москву еще один еврей и ищет подработку. Зовут его Марк Шагал. И куда он приходит? В еврейский театр. И они его берут на первую такую оплачиваемую работу государственную. Ну, как он называется? Декоратор. Декоратор. Первая пьеса, которую они ставят, называлась, не пьеса, а представление, называлась «Вечер Шолом Алейхема». И там произошло действо, которое изучают по сегодняшний день, насколько я знаю, по крайней мере, у нас, в театральных школах и в театральных вузах. Что делает Шагал? То есть одна, все театралы знают, что такое синдром четвертой стены, да? То есть одно ребро зала сцена, три остальных стены он исписывает полотнами. Это вот одно, только одна, один из фрагментов, который называется «Введение в еврейский театр». И тогда писали критики театральные и литературные, и критики по искусству, что такого еще не было действа. То есть публика сидит, и как бы она не смотрит четко только на сцену, когда действо на сцене там в паузе, то голова получается кружится по залу, и действо продолжается на сценах. То есть впервые как бы изобразительное искусство соединилось органично со сценой, с театральным искусством. Посмотрите, что он здесь рисует. Вот он рисует вот этих вот маршаликов, о которых мы говорили, этих народных скомароков, которые тут на голове стоят или на чем-нибудь там, да? Вот он рисует сойфер. Сойфер это тот, кто вручную переписывает свитки Торы, то есть это святость письменного текста, святость письменной буквы. И вот здесь есть очень интересный такой образ, например, козочка. Козочка, причем тут коза. А вот отец еврейского театра, о котором мы говорили, Аврам Гольдф, самая известная песня его, театральная песня, называется «Роженьки смитмандлен» «Изюм и миндаль». И начинается она «Унтер сигэлэйз, сигэлэйз, гэфорн, хандлен». То есть козочка поехала продавать изюм и миндаль. И вот эта козочка стала неким символом в еврейском искусстве непорочности, безгрешности, чистоты. И она же стала символом еврейского театра, потому что это театральная песня, написанная отцом еврейского театра, Аврамом Гольдфагном и так далее. То есть вот это вот единение двух гений, в Шагалле, Михоэлса, это нечто, что действительно вот, наверное, только провидение могло послать. Один из актеров пишет, вот я недавно читал в своих воспоминаниях, что Михоэлс уже должен был выходить на сцену, вот на премьеру, а Шагал стоит и держит его за капоту и не дает ему войти. И он говорит, ну, мне надо на сцену подниматься, ну, ну, ну. А этот рисует у него на капоте еще какую-то черточку, еще чего-то чертика, еще чего-то такое. И потом вдруг его рука с кистью застряла вот у Михоэлса над головой. И он говорит, мне надо на сцену выходить. А этот ему смотрит на него и говорит, Михоэлс, если б ты знал, как мне мешает твой правый глаз. Если бы у тебя не было правого глаза, это был бы мастерписть, говорит, это было бы великолепие. И они очень сдружились. И потом и один, и другой пишут в своих воспоминаниях, насколько вот этот вот союз насколько повлиял на обоих, насколько они оба получили вдохновение огромное. Ну, можно много еще, конечно, говорить о еврейском, это еврейский театр в Одессе, в Бербиджане, было в советский период 14 еврейских театров, но в 1935 году Михоэлс разбивает стигму еврейского театра. Я лично был знаком с актерами, его учениками, его актерами, и когда он пришел в 1935 году, говорит, все, хватит с еврейским репертуаром, мы должны выходить на международный репертуар, мы играем короля Лира. Я лично знал людей, которые у него играли, которые говорили, мы думали в этот момент, что он свихнулся, что он не в себе. Ну, вы, наверное, знаете, есть история известная, что тогда в Москве гостил шекспиролог знаменитый из Англии Гордон Крэг. Ему сказали, идите в еврейский театр, посмотрите «Короля Лира». И он говорит, что? Я, я, шекспиролог, который смотрел, видел более шестиста лиров. Я пойду смотреть в еврейском театре «Короля Лира». Говорит, пойдите, посмотрите. И его уговорили пойти только с тем условием, что ему поставят стул у выхода. Как только начнется, чтобы он мог тихо улетучиться. Но когда был антракт, после первого действия, то он оказался вместе со стулом у сцены. Он сам не замечает, двигался со стулом к сцене, и потом он писал в своих воспоминаниях, что оказывается никогда в Англии не было короля Лира настоящего, потому что в Англии не было артиста, как Соломон Михоэлс. Это были не просто слова. Он добивается контракта на 50 тысяч фунтов стерлингов, на контракт приглашения Михоэлсу приехать играть в Королевском драматическом театре короля Лира. Естественно, кто бы дал Михоэлсу тогда выехать. Вот эти воспоминания огромное количество, многие их описывали. Наталья Михоэлс прекрасно описывает это в своей книге «Мой отец Соломон вовсе Михоэлс». Это было нечто особое. То есть как бы чтобы сгладить то, что ему не дали выехать Михоэлсу тогда в Англию, то советская власть инициирует и снимает 14-минутный фильм, такой более пропагандистский, о гассете. Он есть в Ютьюбе, вы все можете его посмотреть. И там видно, как Михоэлс играет, Лира, как он над этой корделей когда он склоняется над корделей и начинает говорить «Моя девочка, моя дочь, мои отцы Дергаргет, ее убили». И вот этот возглас его идет и вот этот вот возглас ужаса, который мгновенно переходит в какой-то смех такой полусумасшедший, вот об этом Гордон Крэг писал, говорит, что это самое гениальное, что я видел в этой роли. Ну, смотрите, мы можем как бы, да, дальше я уже не буду сейчас говорить о судьбе еврейского театра в Израиле, это уже другая проблема была, но вернемся в Вильно. И я хочу, наверное, сказать, что, как мы сказали, перейдем к Арпиновичу, сейчас я возьму только другую презентацию. Это вот этот портрет, где он? Стоит там, да? Да, это вот этот портрет, когда ему было 16 лет, а я его знал вот таким. Вот, вот таким. Это вот мы ему отмечали 80 лет в Тель-Авивской городской библиотеке Бейтариэла. Видите, наверное, у каждого человека в жизни, у каждого человека в жизни есть встречи какие-то, вот контакты с людьми, которые являются судьбоносными. Вот для меня лично дружба на протяжении 15 лет вот с этим человеком, она очень повлияла. То есть есть, скажем, наверное, 2-3 человека, вот которых я цитирую каждый день. Вот я ни одного дня не расстаюсь с ними. Вот его фразы, его смех, там, его какие-то рассказы, его какие-то анекдоты, вот они каждый день у меня в голове, они у меня в памяти. Я не перестаю вот цитировать, даже не хотя этого, не то, что специально. Но это человек, у которого можно было получить огромное количество, даже не то, что там знаний, да, а вот чисто человеческой мудрости, и человеческой, и народной, и в то же время очень интеллигентной. Вот я 15 лет вот тесно, практически ежедневно с ним общался, и я хочу сказать, что каждая беседа с ним, вот часами можно было с ним беседовать, мы никогда от него не уставали, потому что этот человек, с одной стороны, это писатель, он с 49-го года, и вот до выхода на пенсию, он был административным директором Тель-Авивского филармонического оркестра. Он общался с, я уже не говорю, с еврейскими писателями, там, в близкой дружбе составлял, он общался и с нееврейскими писателями, он объездил весь мир, он изучал историю в Лондоне, то есть он прекрасно знал английский, он в дружеских отношениях состоял с дирижерами Зубином Меттой, и, естественно, и с крупнейшими музыкантами, и, то есть, был человек очень высокого такого интеллигентного и духовного уровня, но в то же время что подкупало? Вот это единение вот высокой интеллигентности и абсолютно простой народности, живой, мудрой. И вот когда вы с ним сидели, говорили, вы не видели перед собой писателя, вы не видели перед собой там административного директора всемирно известного Израильского филармонического оркестра, вы видели вот простого виленского еврея, который впитал в себя и нес вот этот вот виленский колорит до последнего своего дня. Он, вот я всегда цитирую его цитату, его часто спрашивали, хватит уже с Вильной этой таскаться, ты живешь с 49-го года в Тель-Авиве. Чего ты все время туда в Вильню уезжаешь? Он же прожил в Израиле намного больше, чем он прожил, он родился в 13-м году в Вильне, да, и во время войны, ну, с началом войны он покинул Вильню, вот. То есть, сколько он здесь там жил, 20 с чем-то лет. В Израиле он прожил с 49-го по 2004-й. Хватит с Вильной, пиши, неужели не хватает тем. Но он говорил вот эту фразу, я вам сейчас ее процитирую буквально. «Де Вильнер Бенкениш из Андерш». Тоска по Вильне, она иная. Тоска по Вильне, она другая. Он сумел превратить Вильну в символ тоски по старому дому. Вот как мы говорим, что еврейская история современная, она построила два понятия, создала два понятия, которые мы проживаем каждый день. Это «де Алтегейм», вот старый дом и новый дом, да, вот в странах эмиграции или Израиле, или в странах эмиграции. И вот как бы мы каждый день проживаем вот некий духовный мост между старым домом и новым домом. И мы это находим у каждого писателя, писавшего на Иидыш. Вот в Израиле творило за все годы существования Израиля более 700 писателей, творивших на Иидыш. Они физически были там, но душой они все оставались здесь. И вот они выстроили вот этот вот духовный мост. Но Карпинович говорил, Вильна – это больше, чем еще город. Вильна – это нечто другое. Вильна – это символ фундералтергейм, вот этого старого дома. И смотрите, как он пишет, я вам цитирую. «De Wilner bengschaft ist gore anders». То есть тоска по Вильне, она совершенно другая. Ниткейн Вильнар фрегн унз, де Вильнар не виленчане, спрашивают наш, виленчан. «Фарвоз керн мир зих ум, а зой акшон из дикции унзер геймштадт». «Почему мы так упрямо возвращаемся к нашему родному городу?» «Зей коненит фарштейн», они не могут понять. А з унзер бенкшафт, отлегам ринес цутон, мидем холем зих физиш ум цукерн дортн. Что наша тоска, у нее нет ничего общего с мечтой вернуться физически туда. Нейн. И с цувожа керн мир зих йо ум, то к чему же мы да возвращаемся? Ойб нитцу дебаканте гайзер ум гасен, если не к знакомым улицам и домам. «Мер керн зих ум цу унзер бенкшафт ног дэ мэнч». Мы возвращаемся к нашей тоске к людям, к людям, которые здесь жили. «Ног ді але вилхэгобн гефарбт унзер лэбнен вільне мид гейсэ бунте фарб». Мы возвращаемся к тем, кто окрашивали нашу жизнь в вільне, и я здесь добавляю в себя, может быть, серую, тяжелую, нелегкую, да, в пестрые цвета. Мы возвращаемся к тем, да, мы возвращаемся к мирдармоненмитатрер, мы вспоминаем со слезой, ді йойцэ дофіндекі гешталтн, образы, которые выходят із, ну, із общего правила, із общего фона. «Дитроймер», «мечтатели», «балейхалоймэс», какие-то вот кто, ну, тоже это, да, мечтатели о чём-то таком возвышенном. «Восхобн унз мид герісн мензейр холым», которые рвали нас, вели нас с собой, брали нас с собой или вели нас в своей мечте. Говорит, и когда я описываю Вильну, говорит, вот когда я описываю Вильну, какой для меня имеет смысл описывать улицы, описывать дома, описывать что-то физически? Он говорит, мне не надо это описывать, я это каждую ночь проживаю. Он говорит, едны нахт, каждую ночь я проживаю в деганцех Алтштадт, весь старый город, я закрытыми глазами помню все переулки и все это. Говорит, я перехожу через мостик, по мостику через Вилью, их шпацириндем Бернардинер Гортен, я гуляю по, как он называется, Бернардинскому саду. Он говорит, и мне не нужно, значит, физически быть там, чтобы проживать в Вильну. Я ее каждый день, каждую ночь, вернее, вижу во снах, я ее так проживаю. И дальше он произносит фразу, которую я как бы вот в каждой лекции я ее цитирую. Видите, он же работал, вот как я вам сказал, административным директором филармонии. И, ну, концерты заканчиваются поздно, да, где-то там в 11-12 часу. Теперь, после этого у него были всякие административные дела, там, кассу закрыть, я знаю, там, билеты, ну, все дела. То есть он заканчивал где-то там в час-полторого ночи, закрывал Ихала Торбут Тельевицкий, это огромное здание, Центральный дворец культуры. Шел пешком домой, это примерно где-то 15 минут ходьбы. И вот он говорил так, говорит, и вот я из этого Ихала Торбут, вот из этого Тельевицкого дворца культуры, вот от прекрасных музык, возвышенных во мира музыки классической, прекрасных музыкантов и всего. То есть это некий верхний такой Тель-Авив, да, вот возвышенный Тель-Авив. И вот он говорит, я прихожу к себе домой, сажусь к письменному столу, лисовываю ноги в тапки, штекших, сажусь к письменному столу, и тогда я в Тель-Авив Шелмала, говорит, из этого возвышенного Тель-Авива, я отпускаюсь в Вильне Шелмата, говорит, в Нижнюю Вильну, вот из Ароев Лемала, которая навсегда поднялась ввысь, навсегда поднялась с небеса. Вот эта фраза, я красивее не помню, что я читал когда-то. И вот он говорит, зачем мне что-то бубнить Штамлен о серебристости Вильи, говорит, или о красоте озер вокруг Вильны. Нет, я когда-то хотел свои виленские образы перенести сюда, на Тель-Авивские улицы. «У меня не получилось». Он признается, я много раз на эту тему говорил, я говорю, Авром, кончайте их всех там хоронить, пусть они продолжат жить здесь. Кончайте хоронить. И он тогда мне рассказал, он мне это лично рассказал, он говорит, ты понимаешь, не получается. Они не клеются тут. Они там. И он дальше говорит, они всегда остались там. Я говорю, ну почему, почему, вот вы же, слава Богу, приехали, вы живете здесь. Привезите их сюда. Он говорит, не получается. Говорит, их место было, так он говорил, «unter die werbe beim тайhu, nicht unter die palme beim jam». Говорит, что их место было под вербами на берегу Вильи, а не под пальмами на берегу Средиземного моря. И привел мне пример. Пример такой. Он говорит, на углу, это дайче газ, и идыши газ, на еврейско-немецкой улице, где был один из входов в синагогальный шулгой, в синагогальный двор. Он говорит, там 40 лет стояла нищенка. Говорит, по ней в 8 утра можно было будильник проверять, часы проверять. И вот в 8 утра она садилась и начинала кричать, «Гидн, гиде не дове, год за легшеньки на лайхты крэнку на гутен доктор». Говорит, евреи, подайте милостыню, чтобы Бог вам послал легкую болячку и хорошего доктора. Он говорит, представь себе, что я ее привезу сюда и посажу возле муниципалитета в Тель-Авиве. Говорит, а кто на нее посмотрит, кто с ней будет дело иметь? Говорит, там это инородный элемент. Он говорит, они навсегда остались здесь. И он сделал несколько экспериментов. Вот виленские образы перенести в израильскую действительность, и он был ими недоволен. Он эти вот рассказы, он не любил, он сам лично. Но, когда я говорил ему, что оно хорошо, а почему вы пишете в основном об образах, которые, скажем так, не очень презентабельные люди? Ведь если вы посмотрите на максимальное количество его образов, это сумасшедшие. У него, в принципе, есть отдельный рассказ о каждом из сумасшедших, которые вот в этом синагогальном дворе были. И они там находились целый день, им давали спать вот в этих цеховых синагогах, ну, маленьких, которые были там, эти молильные, да? Вот. А так они там целый день. Вот у него о каждом из этих сумасшедших, у него отдельный рассказ есть. Причем он их там описывает. Говорит, был там один Шнейке Фидлер, он был музыкантом, а потом он сошел с ума. Говорит, в чем выгрожалось его сумасшествие? Он варил два яйца в двух отдельных кастрюльках. Он говорит, яйцо любит, чтобы ему было достаточно места отдельно для себя самого. Какая-то там была рохла дегой в дамы, которая натягивала... Я, кстати, в Вильнюсе видел один такой типаж. Натягивала... А? Есть такая тетушка? Она умерла. А, умерла уже, да? Все тряпки, которые она там видела, я рассказывала, что она там у Наполеона была там, это... Вот. Ну, вот таких вот он находит. Каждому из этих сумасшедших он посвящает рассказ. Теперь, огромное количество воров. Вот у него есть интервью, записанное в Ютьюбе на идыше, можно слушать с английскими титрами. И он говорит, наверное, если кто-то вот только мои книги будет читать, то он скажет, что Вильнюс это был город вот такого, что называется, низов таких. Он говорит, я специально не касался... Я не писал о докторе Вайнрайхе. Меня не интересовало писать о ИВО, об институте. Меня не интересовало писать о больших там писателях и ученых, и раввинах. Почему? Он говорит, о них напишут и без меня тоже. О них есть кому рассказать. Он говорит, об этих, если я не расскажу, никто уже не расскажет. И когда я его спрашивал, Аврон, почему вам так важно рассказать именно о них? И он сказал, потому что они тоже были частью нашей виленской панорамы. Они были частью нашего народа. Говорит, и я хочу, чтобы, может быть, спустя десятки лет, какой-то студент, какой-то следователь откроет мою книгу, и перед его глазами восстанут вот эти типажи, о которых никто не вспомнит, никто не будет о них говорить, но я их увековечу. Да, может, это заблудшие души, но они тоже были частью нашего народа. Потому что вот этот воришка и писатель, и ученые, они упали в одну яму в панорах. Он говорит, мы не имеем права их забыть. Я хочу именно увековечить тех, кого... Это очень благородная идея на самом деле была. И когда мы с ним из личных бесед, он говорит, а знаешь, почему у меня получается так писать? Он говорит, я не претендую там чеховым быть. Он говорит, вал их кум... И эта фраза у него повсюду, она звучит. Их кумфуна театр хейм, потому что я из театрального дома. Смотрите, я... Как это... Я не очень эти литовские названия могу выговорить. Вот этот... Как театр, где его был отца? Фолкс-театр. Как эта улица называется? Это... Наугардука. А? Наугардука. Наугардука. Да. Это до того Налиикос тоже было. А? Налиикос до того. Я знаю. Да, это до того. Потом был Наугардук. Вот. Так он... А, нет. Наверное, он про то... Он говорит, что раньше там был цирк. Так почему... Это вот, да. Так цирк. Он говорит, почему... Его отец же был Мойша Кропинович. Он был директором фолкс-театра. Он говорит, почему он выбрал? Потому что там был готовый балкон. И галерка. И там в семье у них шестеро детей было. И он говорит, мы были бедной семьей. Они жили на татарской... Татарской улице 24, по-моему. Вот. Говорит, там мы были бедной семьей. Говорит, у отца не было денег там набирать. Он говорит, я занимался сценой. Там другой брат таскал там какие-то декорации. Кто-то сидел на кассе. И он говорит, когда... Что они ставили? Вот то, о чем мы говорили. Цумлахнудр цумвейнен. Или плакать, или смеяться. И мать страшно не любила этот гешефт. И она говорила отцу. Говорит, что это за заработок, если заставлять людей так редать? Что все выходили вот такие вот зареванные. Говорит, что это за заработок такой. А ставили они вот эти вот... Вот он вспоминает там Малкидр Солда. Вспоминает вот эти вот дешевые, как бы лубочные эти водевили. Но это опять же, это то, что народ хотел. И вот он... У него это поруется с его творчеством. Он говорит, то, что я отображаю, это то, что я видел в нашем Виленском народном театре. Это поистине был народный театр. Он говорит, его отец, который еле там сводил концы с концами, когда он видел, приходил какой-то бедный еврей, может быть, нищий, и смотрел этими просящими глазами на него, и чтобы тоже зайти вот в театр, и он ему говорит... И он ему таки давал через какой-то черный вход, говорит, ну, пойдите там на галерке посидите. Да? Или дети, которые вот там многие... Бедные дети вот водили, чтобы были у родителей деньги там посылать их в театр. Так он их тоже там находил им какое-то место, и говорил, Kinder, «Будете сидеть тихо, вы получите право еще раз зайти бесплатно в театр». И вот таким вот образом, вот говоря, это был поистине народный театр. Вот о чем мы говорили с вами, вот Гольфаден, вот то же самое было, то же самое он делал здесь в Вильно. И он рассказывал, когда та же, допустим, Эстер Охолка Минская сюда приезжала, говорит, какое было вожделение, какое у людей было вообще вот увидеть ее просто. Кто-то хотел там, готов был, я не знаю, там на галерке на одной ноге стоять, чтобы одним глазом посмотреть на нее. Потому что тогда театр, это практически был единственный экшен, это было единственное, чем это вот эта забитая, бедная, ну несчастная публика могла, ну какое-то удовольствие от жизни получить. Не было интернета, да? И не было фейсбука. Вот. И вот пойти одним глазом посмотреть, может быть, оторваться от реальной жизни, перейти в какой-то вот другой образ, в другую жизнь, в другую реальность, это единственное удовольствие, которое они могли получить. И вот он всегда говорил, Авром, говорит, моя мама, такие фразы были, я же говорю, не перестаю цитировать, моя мама от мегеат хинтер де кулис, он говорит, моя мама меня родила за кулисами. Вот. Он говорит, я дитя театра, так он говорил. Он говорит, и это на меня повлияло в чем? Знаете, я не помню, вот за 15 лет, что я с ним общался, почти ежедневно, что он вышел из себя когда-то, что вот он злился когда-то. Я не помню, вот такого вообще, тихим голосом всегда, вот с такой полуулыбкой, всегда немножко. И я ему тогда сказал, я говорю, Авром, как вы, как вы можете вот так вот, вот всегда себя держать в узде? И тогда он сказал, потому что я дитя театра, то я с детства научился смотреть на жизнь, как на спектакль. Но каждый день это премьера. Он говорит, поэтому я научился на все проблемы в жизни смотреть немножко прищуренным глазом. И вот так это, это не просто слова были, он в жизни вот это осуществлял. И, знаете, когда вот заходили разговоры, допустим, об искусстве, то меня всегда вот поражал его вот подход. Он не любил, вот до конца дней своих, да, он не любил вот высокопарность в искусстве. Ему претил вот этот подход, чтобы зритель догадался, что режиссер хотел этим сказать. Он говорит, если со сцены не льется бальзам, это его фраза, если со сцены прямиком не льется бальзам на человеческую душу, то это не стоит той бумажки, на которой напечатан билет. То есть, вот как я говорю, с одной стороны, это искусство, с одной стороны, он всю жизнь провел вот в этом филармоническом оркестре музыка, знаменитые музыканты, и с другой стороны, вот это какая-то не беспредельная любовь к простому человеку, вот простому народу. И вильно, вот его вильно, как символ вот именно вот этого простого человека, который, как он говорит, который умел даже вот эту серую действительность скрасить, окрасить в пестрые цвета. Ну и последнее, что я вам хочу сказать, что вот прошло уже столько лет, как его нет, 2004-й, это 17 лет. И вот отгласы, я каждый божий день, вот я сталкиваюсь с чем-то, нахожу что-то, у него есть рассказ декзейры, декзейры, это приговор, приговор, в синагогальном дворе была малярская синагога, ну, цеховые же были по специальности, и над ней был такой, ну, как бы такой, бейдмедраж, такой молельный, по изучению, для простых людей, да, вот по изучению молит, назывался Тиферет Бахурим, славные парни, или славные ребята, назовем их так. И вот он описывает, что у этих виленских евреев, вот бедных, простых, работяг, у них не было вот этого антагонизма между религиозностью и светскостью. Они были простыми людьми, вот с утра до вечера еле зарабатывали на кусок хлеба, причем они могли быть и коммунистами, и бундистами, но после рабочего дня они заходили в эту малярскую синагогу помолиться в вечернюю молитву. У них это не не было в антагонизме, в противостоянии одно другом. И вот он говорит, зашли туда, и там какое-то собрание было, а один спешит к любовнице. То есть у него все это, у него семья, у него жена, у него сын, тут он помолился, ему нужно к любовнице, а там начал какой-то другой длинную речь вести. И этот воздал руки к небу и говорит, господи, скажи мне, зачем ты создал вот этого и сказал некрасивое слово. Эти все чуть ли не упали в обморок. Что? Мерзкое слово бы мог им кое-то в священном месте? И, в общем, хотели его там чуть ли не разорвать на куски. И был такой шум, что из верхнего вот этого колеля, вот, Тиферет Бахурим, спустился человек по имени Шмел Шарафан, который был настоятелем вот этого, и говорит, что здесь за крик? Мы там не можем сидеть и учить. Говорит, что вы здесь кричите? Говорит, вот смотрите, вот этот парень, этот Карпул, сказал нецензурное слово в священном месте. А Карпул этот был рисовал вывески для магазинов разных. И этот говорит, это чтобы еврей до такого дошел сказать вот такую пакость, в синагоге. Говорит, Шмерл, вы для нас авторитет, скажите, как нам его наказать? Этот смотрит, он говорит, я даже не знаю, потом он смотрит на потолок, смотрит сюда, он говорит, о, у меня есть идея, видите, белая стена? Давайте его попросим, пусть он нарисует на ней стену плача. Он же художник для этих щиты, ну, афиши рисует. Пусть он стену плача. У них не было даже вообще мысли, о том, что у него это может, ему это час работы был. Но он настолько воспринял это серьезно, он вложил в это столько святости, столько трепета, что у него это взяло полгода. Он вот стоял, после того, он забыл уже о любовнице, он каждый день после работы приходил и смотрел на пустую стену. Жена его подозревала и ходила его выслеживать. И тут он смотрит, что он стоит, вот и часами смотрит на стену. Потом он пошел в Вильнериаль гимназии, ну, на Рудне, да, там, где учился его сын. А там был учитель Яков Шер по рисованию. И он с ним начал советоваться. И этот учитель ему принес коробку Керен Каем из земельного фонда, куда все собирали там по грошам на покупку земли в Эрцисраэль. И говорит, видишь, нарисована стена плача, вот примерно возьми вот это за эскиз. И вот он вот так вот рисовал, рисовал, рисовал. И когда уже было почти дорисовано, то спускается этот Шмерл с верхнего этого Тиферет Бахурим и говорит, он говорит, ну, что вы говорите, получилась эта стена? Он говорит, да не то, что получилось, вот она уже есть, вот тут немножко там дорисует, там немножко, вот там какой-то кустик. И он говорит, ты не заглядывай в эскиз, ты загляни к себе в сердце, ведь эта стена уже есть у нас в каждом сердце, она просто ждет возрождения храма, и мы все взойдем к ней, ты просто вот, и вот с этими словами он ее дорисовал. И потом пишет Авром, что когда я после войны вернулся в Вильно и увидел разрушенный этот шулгой, фотосинагальный двор, то на одной из развалин я увидел вот эти нарисованные камни западной стены, стены плача. Ну, рассказ, знаете, я прочел рассказ, как и все его другие рассказы, ну, для меня это какие-то, не знаю, легендарные образы, ну, которые жили, бог знает, сколько лет назад. У меня была лекция, и я читаю лекцию, и приходит ко мне на следующий раз женщина, и говорит, вот этот Шмерл Шарафан, он был близким другом моего отца, а моего отца звали Мэйр Кругман, я, к сожалению, сейчас вот забыл взять эту фотографию, и вот мой отец в 1934 году уехал в Палестину, и вот этот Шмерл, вот они сфотографировались на синагогальном дворе, и вот он ему принес фотографию, прислал уже сюда в Палестину фотографию. Естественно, все, кто остались здесь, все погибли, вот, а ее отец в 1934 году уехал в Палестину, и он, и вдруг, вот ты смотришь, что вот эти рассказы, они, это живые люди, это же, и каждый раз, вот я встречаю вот еще какие-то метаморфозы вот с его героями, которые не оставляют, которые постоянно как бы оживают по новой, поэтому я говорю, что вот я не перестаю его цитировать ни на один день, и для меня лично, вот я в Вильнюс, мы создали наш Идыш-центр в 2014 году, так получилось, что я никогда до этого не был здесь, я приехал сюда, мне никакая карта не нужна была, я знал город через его рассказы, единственное, мне нужно было перевести эти старые польские названия в нынешние литовские, и, вы знаете, получилась потрясающая, вот я до сих пор не знаю, меня мучает, что я у него не спросил, это у него получалось так вот само по себе, или это специально, вот он практически в каждом рассказе он дает адреса, название улиц, ну, может, номера там не совпадают, но название улиц, например, например, вот я вспомню на углу Завальной и Франциск, как называется, Францисканергаз, да, говорит, стоял, стоял еврей в черных вот таких вот круглых очках, слепой, и просил, чтобы его перевели на другую сторону улицы, когда его переводили, то он просил кого-то, чтобы его перевели обратно, говорит, и так для Вильны осталось тайной, никто не знал, либо он на самом деле слепой, либо он просто так истосковался по теплу человеческой руки, и вот такие вот, и вдруг я иду, и никогда здесь не был Францисканская улица, Завальная улица, и все, вот я город знал, через его рассказы никогда здесь не был, ну, вот практически то, что я вам хотел сегодня передать, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уже спасибо, Я надеюсь, что не только у меня было ужасно интересно Ужасно? Спасибо Спасибо. Может, у кого-то остались какие-то вопросы? Вопросы, да. У колени трудно... Маску, маску, маску снять. Это потрясающе. Ваша поэзия о человечении этого города для нас очень важна, потому что тут новое поколение, я не знаю, кто жил, все замкнуто. Слава Богу, отстроили хотя бы маленький кусочек на воркух одежды, бывший филармонио и фолкс-театр, и там балкон. Нашли только маску, я помню, улыбающуюся маску. Плачущие маски не нашли, так везде в театре улыбающиеся маски. У меня к вам вопрос. Мы пытаемся проследить все-таки, как кончилась жизнь тех, которые пережили вторую мировую вот этих актеров. Мендерсон, который был после войны руководителем филармонии, рассказывал мне, что в Хлоге прямо в последние дни лежали... Он принес фотографию, даже будучи советским воином, лежали последние актеры театра Мэйдима, театра Марионеток. Кука Марионеток. Это все... После этого запрет Сталина не только убийства, но запрет Сталина на то, что 100-летие ребята, Браша Суцкивер и другие собирали в подпоре еврейском еврейское достояние. Запрет на еврейский музей, запрет мы установили в 90-м году. Запрет на все, что было еврейское. Литовские друзья, польские друзья собирались с тяжелыми магнитофонами 60-х годов народной песни. Я помню последние звучащие народные... Несколько народных песен еще в селах. Последнюю еврейскую клипку в селе. А Браша, в котором многие с нас общались, и его жена была последняя отсюда. Сара. Сара, да. То есть, да. И мы принимали эти образа, принимали у своих родителей несколько этих постачей по-польски. В постачах. В постачах, да. Какое место у вас, все-таки у вас, наверное, пошире, нежели у нас общая картина, общая картина светско-еврейской жизни в театральность, так назовем это все, В этих свободных тогда еще государствах Литва, Польша, какое место занимал Биленский театр, который мы теперь приходим на выставки в еврейском музее, и сидим там, где мне Враша Карпинович рассказывал, чтобы надо было платить на каждом колене за три злота по одному ребенку, чтобы меньше надо было платить за вход в театральность. Какое место занимал Биленский театр и уровень его, то есть, какое ваше, вы, наверное, смотрели на театр в Лодзе и в Варшаве, какое место он занимал уровень выразительности, если все-таки принимали Инду Каминскую как звезду, как наши звезды по сравнению с ихними, с другими польскими звездами? Я считаю, что, скажем, вот этот Фолкс-театр, да, Фолкс-театр, это был чисто на народную вот такую вот потребность, да, на народной публике. Но, скажем, Вильнартруппы, это что-то другое, то есть, Вильнартруппы, это был театр европейского уровня, и он даже вот четыре, чуть ли не четыре года, они, как бы, Вильнартруппы, они сидели, да, но они сидели в Германии, они в Европе выступали, и, скажем, в 23-м году, когда Кульбак выезжает в Берлин, то для заработка он работает суфлером Вильнартруппы, который находится почти постоянно там в Берлине, это был театр европейского уровня. Но у всех этих театров того времени, у них у всех была одна проблема, они все были коммерческие, и, как бы, директора любого театра, почему всегда, почему, вот, как я говорил, да, почему всегда театр был на потребу публики, директора любого театра, чтобы выжить, его волновало, сколько пустых стульев ей взяли. У Михоэлса впервые, вот при всем, при всем, при том, при всем, но впервые возникла возможность не отпустить уровень театра до уровня публики, а поднять публику до уровня настоящего театра, потому что его не волновало, сколько билетов продали. Бюджет был государственный, зарплаты были у всех, пусть маленькие, но у всех зарплаты, вот. Поэтому, скажем, вот, он сумел сделать в советском, в советском еврейском театре, он сумел сделать то, что в коммерческих театрах было не очень возможно. Вот, скажем, здесь, здесь театр держался, вот, скажем, тоже в Вильнер Труппе, на талантливых актерах. Вот, вот, есть талантливый актер, и он, как бы, и он, причем, еврейский театр и в Европе, и в Америке, это всегда был театр старых звезд. Вот, вот, имена, какое-то достаточно было, это одно-два имени, и оно уже влекло, вот, по воспоминаниям, есть воспоминаниям актера Якова Майзеля, книга такая, есть «Наш театр», так он описывает, что, скажем, в Америке, если стар мог за, в начале века за спектакль заработать 70 долларов, то вот таким вот менее именитым актерам могли платить по 5-6 долларов. То есть, вот, вот эта вот разница была очень большая. И это то, что вот требовал коммерческий театр. В Советском Союзе это уже было иначе, поэтому он сумел создать вот это государственное театральное училище, поэтому он сумел потребовать, он их там заможай, загонял этих актеров за правильный язык. Вот, в основном же актеры-то приезжали из местечек, и они все говорили вот с этим гортаном «рэ», «рэ», еврейским. А Михояс говорил, что русскому уху претит вот это, ну, как антисемиты, всегда хотели вот скопировать евреев, всегда начинали «рэ», 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 «рэ». И вот актеров-мехоясов всегда можно, даже не зная, определить вот по вот этому твердому русскому «рэ». Вот у него вот только так играли. А, скажем, в Вильне нет. Виленские идыши, он картавый, он «рэ», всегда вот это было. Вот, поэтому как бы был и был, вот театр, допустим, Мойша Карпинович, это фолст-театр, это народный такой уровень был, на широкую, а Вильнер-труппы – это театр очень высокого уровня. Это европейский театр был. Можно добавить? Да, конечно. Премьера Димуха была Вильнер-труппы, а не Вадима. Да, да. Это уже одно это? Сто лет. Вот сто лет, как раз в 20-м году, да. Да, я видел. Премьера состоялась бы в Вильне, если не этот знаменитый погром, когда они все уехали. Варшава получила славу. Судьба ютш-театров после войны, тех, которые выжили, там этих 5-6%, судьба в Израиле, известно, что произошло с Уцгевером, с Волганакей, но судьба, то есть и судьба ютши в Израиле, но судьба в мире этих актеров были. Как они предлагали свою... Смотрите, в Америке, кто-то уехал в Америку, то там еврейский театр, скажем, в течение одного поколения, он сдулся. То есть, если мы говорим, что в 28-м году практически в Нью-Йорке 30 театров играет, то в середине 50-х остается один. То есть, первое поколение мигрантов, оно жило на едише, а их дети, те уже стали американер, те уже оставили язык, те уже оставили культуру. И потом вот эти актеры еврейского театра переходят массово в киноиндустрию, то есть практически Голливуда, его основа. Это тот же Пол Мьюни и Молли Пик, они потом все переезжают в Голливуд, они там начинают в кино играть. Вы не назвали нашего Алт Джонсона? Кого? Алт Джонсона. Алт Джонсона из Литвы и Катарии. Да, больше певец. Ну, да. Тоже... А потом в Голливуд. И в Израиле, в Израиле, вы смотрите, несмотря даже на все запреты, которые были там 50-60-е годы, но, скажем, в Израиле, в одном, вот там, где была старая опера в Тель-Авиве, мне рассказывал еще Карпинович, что играло в этом помещении 16 труп. То есть, каждый вечер другой был график. Почему? Потому что приехали полтора миллиона людей, идаш-говорящих из Европы, и им это нужно было. Вот. Но государство делало препоны. Вот у меня есть тоже в этой презентации документ. Тель-Авивский горсовет посылал этих покахим, ну, инспекторов взимать штраф за спектакль, за то, что спектакль заставился наидыш. И все понимали, что это игра. То есть, приходили инспекторы, и Карпинович мне это подтверждал, брали штраф и оставались смотреть спектакль. Но штраф брали. А? Но брали. Можно я тогда? Да, конечно. Так как он сам родился за кулисами, Карпинович, и был... Нет, он себя видел как рассказчика. Он себя видел как рассказчика, он себя видел как увековечивателя Вильны. И вы знаете, часто... Вот одна история, которую я лично наблюдал, был свидетелем. Вот опять же, вот метаморфоз Вильны, который не оставляли никогда. У него есть там, опять же, я знал эти рассказы про уличных женщин, про софьяниках, которые, я говорю, когда спрашивал, говорю, Авром, я говорю, по секрету, чисто по-мужски расскажите. Я говорю, это же надо было это... Каким это образом вы так хорошо знали, там, жизнь этих публичных домов? Что значит? Говорит, а кто был первым клиентом? И он приходил, он был тогда вице-президентом Всемирного Совета по-идышу, Велтрат, я работал там, и он каждый день практически приходил. И звонит Сара, лапийская жена его, говорит, Авром, кто-то звонил, вот человек по-русски, и оставил телефон, и он просит, чтобы ты созвонился с ним. И он буквально вот из офиса позвонил, договорился о встрече, на следующий день он приходит с живым рассказом. И он рассказывает, что приехал человек из Новосибирска, и говорит, господин Карпинович, я могу с вами встретиться. А говорит, а кто вы, что вы? Говорит, я вам расскажу при встрече. Он с ним в кафе встретился. И он говорит, я из Новосибирска, меня зовут Илья, я вот только приехал с женой, с дочерью, и мне моя мама когда-то говорила, что если тебе когда-то в жизни будет трудно, найди старого веленчанина. Он тебе поможет. Я говорю, до такой степени, вот прямо. Он говорит, вот так ему сказала мама, найди старого веленчанина, он тебе поможет. Я начал у людей спрашивать, старого веленчанина. Мне сказали, есть такой Карпинович, этот пишет про Вильню. Вот, он, наверное, знает всех. Он говорит, а кто была ваша мама? Так он говорит, ее звали Лея Бреннер, я не знаю, ли вы ее знаете. А Лея Бреннер, это вот Лейка де Шварце, да, одна из, которые там на суфяниках работали. И у него, и у него есть, о, да, героиня его рассказа. И у него была Тамара де Гоиха, вот которая по нарах погибла. А это Лейка, когда в сороковом советы зашли, то в нее влюбился какой-то офицер советский, женился на ней, и ее с ребенком вывез туда, в Сибири. Видно, она там осталась. И он описывает, что у нее был мальчик Эленьке, его назвали Элли. Говорит, когда она не знала, кто его отец, от кого он. Она говорила, его зовут Элли Беннерли, его отец это Илья Уанави, Илья Пророк. Вот, и она его назвала Илья. И вот этот вот Илья, через столько лет, через Новосибирск, вот, приехал, говорит, я сын Лейки де Шварца. И он написал рассказ, он ему помог, там, я не знаю, устроил его там куда-то, и так далее. И вот живой рассказ, вот на моих глазах это было. А вот, кроме этого детского случая, кто-нибудь пытался его на сцену затянуть? А в Рома? Да. В смысле, играть? Да, но что-то сценическое есть. Я знаю, насколько я знаю, он не играл никогда сам, но он всю жизнь был в театре, он же был импресарио, то есть он привозил актеров, он имел дел с актерами. Теперь его сестра, Рита Карин, она же потом в Америку уехала, она и в Голливуде играла. Она же успела еще у Михоэлса поучиться в этом театральной студии, в этой. Потом, и вся семья такая была театральная. Один брат Мейлах был журналист, второй брат Довид был тоже писатель, уже в Израиле работали в Лес-Сенаис, в газете ежедневной оба. Вот, то есть вся семья была такая литературно-театральная. Я не совсем точно выразился, это самое, не его самого, но его творчество никто не понимает. А, творчество, кроме вот этого случая в Одессе, нет, на данный момент я не помню. На данный момент я не помню, но вот это мы буквально целенамеренно взяли вот эти два рассказа, фольклорист и Хана Мерке, и принесли в Одессу на привоз. И как он там идет? С восторгом, с бешеным восторгом. Мы вот были, да, Вика, когда мы были полтора месяца, два месяца назад, в Одессе. Да, в Одессе. Вот, и мы видели, как публика воспринимает, а самое главное для нас, что опять же на той сцене, где вот в 48-м году закрыли гассеты, опять звучит юдиш. Это на таком комедийном... Это комедия, это комедия, да, но там специально написанные под это песни и очень красивые танцы. Вот, вот, действо. А мы еще гордимся, что Вениамин Вискин родился по невежеству. Да, по невежеству, конечно, конечно. Мы очень сотрудничаем с дочерью его, Аллой. Она написала потрясающую книгу «Путешествие Вениамина». Мы ее как лектора тоже используем. Многие из нас постоянно бывают, у своих родственников в Тель-Авиве или в других городах РЦ. Какое чувство насчет профессиональной жизни юдиша теперь? Что у вас там, бейтазабик или что? Что у вас, какое чувство? Это еще третье дыхание, оно еще немножко дышит. Видите, в Израиле сегодня юдиш цветет. Сегодня в Израиле, Израиль это мировой центр сегодня в этом плане. Есть очень много всего. Очень много. Есть большое количество курсов лекционных. Есть молодые люди, которые приходят. Вот, например, вот постоянно я начинаю новые имена людей, которые пишут на юдиши поэзию, прозу. Я сам пишу на юдиши. Да, я себя сразу перевожу и на русский, и на иврит. Но не писать на юдиши вот в оригинале я не могу. И точно так же другие. Вот есть молодой парень Эмиль Калин. Он из Румынии родом, но его ребенком привезли. Он пишет на юдиши, потом переводит себя на иврит. Вот есть человек из Риги приехал, Михаил, он там начинал ансамбль «Кинор Давид». Михаил Лейнвенд, вот он сейчас выпустил потрясающую книгу «Стихов на юдиши». Вот появляются молодые авторы. Есть люди, в основном уже выучившие язык. Есть много, что называется, певческой культуры. Это просто рассвет. Очень много молодых певцов, которые начинают петь на юдиши. Причем уже и в современных стилях, и рок, и джаз, и все, что хотите. Вот. Но чем больше юдиш хоронят, тем больше он показывает обратный результат. Вот. Ну и действует национальное управление по культуре юдиш. Это, опять же, благодаря Литваку. Это национальное управление было создано только благодаря одному человеку. Мы сегодня вот как раз встречались с Фаиной. Оказалось, что это ее дядя родной. Это Дов Шелянский из Шауля. Да. Он был, когда депутатом КНЕСТа, вот он пробил этот закон о создании двух государственных управлений, пол-идыша и пол-одина. Вот. И эти управления финансируются государством. Они делают большую работу. Вот. Есть Бейшолом-Алейхем, есть другие организации, но много всего. А в Нью-Йорке как? В Нью-Йорке тоже много всего. Тоже много всего. И там много есть молодых людей. Многие из них не евреи, которые становятся идишистами. Разные эксперименты проводятся. Вот. Там есть этот, как называется, это идиш фарм. Они это называют. Вот. Выезжают куда-то раз в несколько месяцев на неделю. Вот. Говорят на идиши. С детьми, с родителями, с дедушками, с бабушками. Говорят только на идиши. Вот. Тоже очень много всего. А вот этот Вильямсбург, который я где-то посидую, я не на каком-то нескольких... Они... Они... У харидим, вот этих ортодоксов, там идиш – это язык разговора. Это язык разговора, но это не язык культуры. Я, будучи инспектором по идишу в школах в Израиле, я с этим сталкивался каждый день. И у них идиш природный, домашний, но бедный. Почему? Это тот язык, на котором говорят дома. Они не обсуждают на идиши, там, проблемы мироздания или литературоведения, да. Вот. Это тот язык, на котором говорят на кухне. Он природный. А? В магазинах. В магазинах, вот на улице. То есть язык обихода повседневного. Но это не язык культуры. А когда мне нужно было их заставить, там, я не знаю, вот в этих ортодоксальных школах, там, стихотворение какое-то или текст какой-то, или рассказ какой-то, сразу бежали к раввину, учителя спрашивают разрешение ли это кошерно. А еще в Варшаве, где-нибудь восточные родные еврейские. В Варшаве есть театры еврейские, да. В Бюхаресте есть театры еврейские. Это государственные два театра. Вот. Играют там все не евреи. Не евреи. И поляки, и румыны. Но на иудыше. Да. Я, например, завелась, в один из последних клиентов, как-то новичок сюда, делать с ним интервью. И его фразу, ну, я запомнилась еще не дословно. Он мне сказал тогда, что до войны Хиди жил на улицах, а еврей жил в университетах. Правильно. А еврей говорит наоборот. Правильно. Берли Брид живет в Израиле на улицах. А еврей живет в университете. Правильно. Правильно. Да. Интересная мысль, эти факты. Спасибо. Всегда с радостью. Приезжайте в любое время, когда... Спасибо. Когда можно будет ездить. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все?